Ах, ну, ноль голов. Никак, в плей-офф точно никак. Привет! Этой ночью Владимир Тарасенко из Сент-Луиса провел на льду лишь 13 минут. Это худший показатель нападающего после возвращения. Его команда была разгромлена Вегасом 1-6. Кажется, два матча в Балашихе будут последними для Акбарса в этом сезоне. Клуб, которым недавно все восторгались, проигрывает в серии 0-2. Акбарс проиграл второй матч на своем льду авангарду и едет в Балашиху с риском не вернуться домой. Можно долго описывать, как квартальнов проигрывает эту серию, указывать на причины, копаться в недостатках. Самая яркая картина была в одном из периодов, кажется, во втором. Казанцы встали в зоне, защитник делает передачу на место, где секунду назад находился Петров, а тот уехал меняться. И не потому, что устал, атакует Барса положено. Быстрые смены, за которыми следят с секундомером. Если переиграл хоть секунду, то в следующем матче можешь не попасть в состав, по крайней мере, выслушаешь от тренеров много неприятных слов. Может быть и правильно, но до абсурда нельзя доводить. А ведь в какой-то момент регулярного чемпионата показалось, что квартальнов стал другим. Начал позволять больше творчества, не сковывал хоккеистов. Но все это до момента, когда цена победы стала гораздо выше. Как Крепло в сложные периоды времени достает старые конспекты, которые сейчас не работают, так и квартальнов моментально возвращается к тому, что еще не приносило ему побед, но кажется привычным. Он все тот же, кто уступил СКА, ведя в серии со счетом 3-0. Тогда списывали на неопытность, но сейчас ясно, что причина в другом. И ладно бы Авангард как-то творчески подходил к матчам. Они вообще ничего не делают. Ну ничего необычного, да ими не надо. С примитивными командами чего мудрить? А Казанский клуб выглядит на редкость примитивно. Кирилл Капризов в ночном матче против Колорадо заработал показатель полезности минус 2. Впрочем, антирекорд устоял. Совсем недавно в игре с тем же Колорадо у Капризова было минус 4. Вратарь Даллас Антон Худобин выведен из ковид-протокола, куда попал пару дней назад. Теперь ему можно тренироваться с партнерами. К процедурам НХЛ все больше вопросов. Тем более протоколы безопасности никак не влияют на общую ситуацию. В Динамо близки к тому, чтобы заключить контракт с Олегом Знарком. Если это произойдет, то белоголубые выбросят на помойку еще один чемпионат, потратив слишком много денег. Знарог совсем не тот, кто нужен клубу, да еще после двух отвратительных сезонов в Спартаке. Единственный аргумент в пользу этой кандидатуры – ностальгия. Но в большом спорте нет места сантиментам. Чего вообще добиваются в Динамо? Дескать, Знарог с сильным подбором игроков выиграет, как в СКА. Но они забывают, что еще в одном плей-офф он вылетел в Дрим Тим, а белоголубых второй раунд не устроит. Тогда какой смысл вообще менять Крикунова? Есть ли у Знарога какие-то прогрессивные идеи? Нет. В Спартаке ставка исключительно на большинство, а в неравных составах было совсем все худо. Да еще и постоянное нытье на пресс-конференциях про пандемию травмированных. Не стоит забывать, что Знарог получит совсем не тот коллектив, что был в этом сезоне. Большой вопрос, а останется ли Шипачев, пока переговоры не сдвинулись с места. Говорят, у Яшкина есть какая-то опция в контракте, связанная с отъездом в Америку. Нет соглашения с Кагарлицким, поменяют легионеров. А вдруг будет такая команда, с которой навыки Знарка вообще бесполезны? С молодыми он не умеет работать, с ветеранами проваливается. Как-то в клубе слишком формально относится к назначению на важную позицию. Сразу два тренерских изменения в высшей лиге. Сергей Решетников покидает Рязань, а Игорь Горбенко уходит из Химика. Решетников же переезжает в Воскресенск, тем более от прежнего места работы ему совсем недалеко. И последний защитник Александр Алексеев вернулся из Уфы в Вашингтон и моментально был переведен в фарм-клуб. Теперь ему придется играть с деревянными хоккеистами и надеяться на то, что Вашингтоне вспомнят, как выбрали Александра в первом раунде драфта НХЛ 2018 года. Алексееву надо возвращаться в Россию, но обычные хоккеисты такие пожелания не слышат. До свидания. Представьтесь, пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста.